Ну, вы отходили, вот как-то переживали, два с половиной года вы переживали за смерть мужа, вы не могли возникнуть, ну, вы познакомились с ним в тот период, когда ваши отношения были невозможны, вы просто были заняты другими отношениями. Да, у меня тоже были, ну, девушки очень похожие, и в этот период я с ним познакомилась. Ну, вы познакомились тогда, когда вы не должны были знакомиться, вы не пришли в себя еще тогда, сейчас вот у вас получше психическое состояние. Ну, просто дело в том, что сейчас есть молодой человек из другой страны, который тоже выхаживает, и у него серьезный момент, но я не знаю, скажем, что он любит. Какая страна? Мусульманская. Конкретно? Азербайджан. Как его зовут? Ну, он добрый, хороший человек, у него был кризис в жизни, тоже связанный с личной жизнью, но он, ну, как бы, был, может быть, не по его вине даже. Ну, так, он, ну, он нормальный человек, хороший, вы же сами это знаете. Ну, да, ну... Вы спросите его насчет веры, как бы, будет он настаивать там, ну, Азербайджан-то не такая уж ортодоксальная мусульманская страна, там люди вот всякие по-всякому живут. Как бы, надо спросить, надо дать два вопроса насчет веры насчет веры насчет второй жены. Не смешно вообще. Я потому что лекции читаю и в Ташкенте, и в Алма-Ате, я знаю эту тему очень хорошо. Они могут вам сказать сначала, что все нормально, типа, а потом, ну, прости, так получилось. А может быть, у него уже и есть эта жена, которую он считает уже не своей, но при этом о ней заботится. Ну, то есть, этот, в этой культуре мусульманской, там может быть так, что человек просто берет себе следующую жену, говорит ей, что я, как бы, уже не жену, не живу с той, ну, с той, ну, полностью поддерживает с ней отношения. Может быть, чуть-чуть ограниченные, может быть, он там не заводит новых детей, там, ну, полностью содержит ее, там, допустим, заботится о ней. И, может быть, когда-нибудь решит с ней еще ребеночка завести. Понятно. А вот молодой человек, который более молодой, он, 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 он уже предложение даже здорово. Я вам рекомендую вот что. Вам надо съездить в Азербайджан и побыть какое-то время там, не вступая в близкие отношения. И твердо, как бы, договориться, что я просто познакомлюсь, посмотрю и дальше принимать решение. Я все-таки больше склоняюсь к тому варианту, вот, который там. Потому что вот этот первый вариант, он, ну, слабоватый человек, как бы, вы это чувствуете и вы боитесь этого. Ну, так оно и получится, он слабоватый. А тот хороший человек, но там непонятная ситуация, вам надо в ней разобраться, съездить просто и принимать решение потом. Самое главное, две вещи узнайте. Есть ли в их роду склонность иметь двойные браки? Кто-то, может быть, брат его так делал или еще кто-то, может быть, и какие у него отношения с предыдущей женой? Потому что у него была семья до этого, это точно. Без детьми? Может быть, и с детьми. Ну, то есть, я точно не могу это сказать, уже слишком сложно для меня. Вы только назвали имя, и я чтоб вам все рассказал про человека. Еще появилось то, что он не мог найти в общей жизни с моим дочкой. О, это очень опасно, потому что восточные люди, они очень категоричные. Тогда, да, все, вижу, совместимости нет у них, все, тогда этот вариант тоже отваливается. Сейчас, ну, ищите дальше. Ну, вот она пошла, полоса пошла плохая, вот со смертью мужа, это закончится через год. Сейчас год не надо ни с кем знакомиться, через год у вас будет хорошая полоса. Я думаю, что через 9-10 месяцев вы найдете того, кого вам надо. Спасибо вам большое. Не надо сейчас с этими людьми иметь дело, потому что я увидел с вашей дочери, с этим человеком, он хороший человек из Азербайджана, вот этот вот, добрый, но с дочерью, с вашей, у нее будет жесть. И это очень опасно для вашей судьбы, вы будете страдать от этого. Зачем ей гробить жизнь?